Девчонки приходили абсолютно неподготовленно. Еще раз одно слово мата, и тебя не будет здесь. На мой взгляд, это все-таки самодостаточная, уверенная, каждый день самосовершенствующаяся. У нас всегда есть люди, которые нам помогают и рилсы монтировать, и прокачивать в соцсетях. А я пишу песни, пишу стихи. Всем привет, меня зовут Ксения Акчурина, в эфире телеканала РУ-ТВ начинается программа «Тема». Как всегда, самые актуальные темы, самые звездные гости и самые эксклюзивные интервью. У нас в гостях лидер и основатель первого женского бизнес-реалити «Сверхновая», советник президента МТС по социальным и культурным проектам, бизнесвумен, телеведущая и певица Надежда Лысенко. Привет, Надежда. Привет, привет. Выглядишь великолепно. Спасибо, я старалась, у нас же на кону Новый год. С первым днём зимы, кстати. С первым днём зимы снежок идёт и обещает на следующей неделе минус 27. Ты готова? Я готова, а ты готова? Нет. Я более тепличное создание. Люблю солнце. Поэтому для тебя мы тут поставили сегодня вот такие вот прекрасные пальмы. У нас прекрасные тропики, будем греться нашим теплом и теплом наших телезрителей. Верно же? Конечно. А есть уже планы, где будешь встречать Новый год? Уже вот через месяц нам нужно отмечать. Это самый сложный для меня выбор, потому что приходится варьироваться между детьми и своими желаниями, да? Вот как бы ты хотела отметить. Пока не решила, но знаю точно, что начну в кругу семьи, за столом, с близкими и, ну, как обычно, а дальше как пойдёт. А встретились мы сегодня не просто так, совсем скоро состоится финал. Наконец-то долгожданная реалити сверхновая. Все зрители с нетерпением ждут, кто же станет той самой сверхновой и заберёт 10 миллионов рублей от МТС. Они пригодятся на Новый год каждому, я думаю. Конечно. А вот было ли вам как лидеру проекта сложно в выборе финалистки? Конечно. Я ведь к девочкам прикипаю, к каждой из них. И уже, наверное, не совсем объективно смотрю на происходящее. И да, бывает даже, что и любимчики появляются, не скрываю, конечно, и болею за них. Говорить не буду, кто. Да. Вот. Но каждая девчонка замечательная со своим проектом и выбор победительницы, он не был очевиден. Это будет сюрприз. Да. Ну, чуть-чуть так скажу, что это сюрприз. И да, просто порой бывает так, что на последних этапах девочки собираются, и те, от кого ты не ждёшь, как раз-таки и побеждают. И лучше всех себя показывают. Да. Но несколько раз за проект вы даже нарушали, я знаю, правила. Да. Это моё любимое. Ну так. Я люблю нарушать правила. Вы оставляли участниц, да? Я оставляла участниц, и, значит, даже один раз не используя ВЕТО, я оставила шесть человек. Шесть человек? Да. Их должны были выгнать, а я их сохранила. А в первом сезоне не было такого, чтобы кого-то оставляли? Конечно было. Как раз оставила Женю Елескину, которая победила. Когда её хотели выгнать, я включила своё право ВЕТО и не прогадала. А вот чем отличается всё-таки второй сезон от первого? Скажу честно, в первом сезоне девочкам было легче. Легче, и это было больше, наверное, просто сугубо бизнес-история, да? Немножко скраплениями интеграции красоты. Во втором сезоне, ну, я хочу сказать, что мы смешали и бизнес интеграции, и последнего героя. То есть было тяжело выжить в тех условиях, опять-таки же, каток, на котором... Спортзал. Да, спортзал. Далее ТИР. И много всего такого интересного, что и мне самой было интересно прокачать в себе. А вот будет ли третий сезон? Мне кажется, многие девчонки смотрели этот проект и очень хотели тоже поучаствовать. Какие планы? Конечно, будет третий сезон. И он будет ещё интереснее. А также, приоткрою маленькую занавесу тайны, мы всё-таки решили проехать по городам-миллионникам, живым кастингам. То есть вы поедете по городам по каким? Ещё пока не решили. Ну, 4-5 городов мы возьмём, миллионников. То есть проект расширяется? Да. У нас же есть наши площадки МТС-флип. Вот и мы, собственно, можем проехать и по ним тоже. Опять-таки же, мы вживую посмотрим на участниц, и большие очереди приветствуются. Конечно, так что, девочки, у вас будет возможность. Ну, а прямо сейчас мы посмотрим на Ольгу Бузову, заплачу, а потом вернёмся. Программа «Тема» продолжается. В гостях у меня сегодня Надежда Лысенко, и наше фото уже появилось в социальных сетях телеканала РУ-ТВ, в группе ВКонтакте, а также в нашем Телеграм-канале. И под ним вы можете оставлять свои вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. Правда? Правда. Очень ждём. Ну, а вы с участницами 24 на 7 находились на проекте. И вы вот мотивировали их, подбадривали, полностью вовлекались в проект. Какие основные изменения вы можете назвать, которые произошли с участницами? Знаешь, девчонки приходили абсолютно неподготовлены. Ну, подготовлены, но не настолько, насколько они прокачались в конце. То есть неуверенны, да? Неуверенны. В принципе, частично они знали, чего хотят. Частично они знали скиллов, которые мы дали потом, последствия с экспертами. И могу сказать на примере Тани Безверхой, вот, нашей полюбившейся такой самый яркий персонаж, которая, скажу честно, да, иногда выражалась нецензурно. Причём всегда это было в начале. Иногда, причём всегда. И причём всегда, да. И получается так, что под конец, когда мы ей выдали жёлтую карточку, сказали ещё раз одно слово мата, и тебя не будет здесь. Когда был лёд с Костей, каток, хоккей, Таня лежала, ей было очень дискомфортно. Её даже подволакивали к воротам для того, чтобы она встала. Она не могла встать, и вот она лёжа, просто вот как, просто не шевелясь, да? То есть невозможно было её поднять всеми нашими силами, которые только были. Хоккеистов было много, мы её дружно поднимали. И первое, что она сказала, это надежда. Но вы же заметили, я ни разу не проматерилась. Я говорю, тебя сейчас это волнует, правда? То есть она прям замотивировалась, да? И она перестала материться. И действительно, девочки стали более выдержанными, более стильными. Научились правильно говорить. Они изменились. И они стали большой дружной командой, что немаловажно. Вот вы сказали, что эксперты помогли им в этом. Как они вот на них реагировали и на новые испытания? Как они реагировали? По-разному. По-разному. Было очень много неожиданностей, которые девочки не ожидали. Экспертов принимали радостно, потому что информация новая нужна всем нам. Опять-таки же, в использовании в дальнейшем для того, чтобы проект пошёл, да? То есть эти знания были необходимы. Вот экспертов было много разных. Господи, от презентации до сценической речи, стиль, опять-таки же, да, мы подбирали. Спорт, хоккей, тир, стреляли, катались, всё, что хочешь, делали. Вот. И скажу честно, что девчонкам больше всего понравилось. Конечно же. Это будет в серии на следующей неделе про стиль. То есть девочки всё-таки остаются девочками. Да, девочки остаются девочками. Также очень была полезна лекция про презентацию. Это тоже будет в следующей серии. Будем ждать. А вот расходилось ли мнение жюри по поводу победительницы или по поводу того, кто уходит из серии? Как лучше решали? Не дрались? Конечно. У нас за кадром то, что не вошло. У нас были очень жаркие дебаты. Вот вплоть до того, что Яна Чорикова, помимо того, что она замечательная профессиональная ведущая, она ещё выступила как сценарист за кадром. Она прокачала ей свой скилл так же, как продюсер, как сценарист. Она нам давала такие интересные идеи. Мы слушали её и понимали, что она права. То есть очень много различных моментов, которые происходили, это были идеи Яны. То есть уже во втором сезоне она полностью вовлеклась. Мы спорили, да, и целая команда собиралась. То есть мнения разделялись, но всё-таки, имея какое-то такое, наверное, особое своё право вето, иногда не удавалось убеждать. Вы слышали мнения, это прекрасно. Да, 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 оставлять девчонок. Потому что я за то, чтобы каждая, ну как можно больше девчонок дошли бы до финала. Прямо сейчас посмотрим на Мото, а потом вернёмся к вам. Аскона вышла за пределы спальни и представляет гипермаркет Аскона Хоум. Более 8 тысяч товаров для дома. От вазочек, свечей и уютных пледов до готовых интерьерных решений. Кухни, гостиные, прихожие и детские комнаты. Вот нам очень сейчас уютно сидеть на таких прекрасных креслах. Программа «Тема» продолжается вместе с Надеждой Лысенко. Спасибо, Асконе. Ну а кто она всё-таки вот такая современная, сверхновая женщина? Ой, на мой взгляд, это всё-таки самодостаточная, уверенная, каждый день самосовершенствующаяся. Самосовершенствующаяся. И смелая. Смелая девчонок. Ну вот в чём это проявляется? Во внешности или во внутренних качествах? Например, вот познакомиться с мужчинами. Это смело? Можно ли это делать самой? Первый. Как показывают нынешние реалии, девочки только так и делают. Сейчас нет проблем познакомиться с девушкой. Они сами идут и знакомятся. Вот. Раньше такого не было. Нужно было женщину добиваться. Сейчас женщины почему-то добиваются сами. Мужчин стало меньше. Ну, на примере сверхновая с прошлого года мы это видим, тенденцию. Вот. К счастью, всё-таки мужчин есть. Есть те, которые тех старых добрых правил. И всё-таки придерживаются их, добивая женщину. И я всё-таки, наверное, склоняюсь к такому стилю, да, к такой манере поведения, чтобы девушка позволяла добиваться себя, да. Естественно, конечно, тоже этот фидбэк должен быть. То есть не в одни ворота должна быть игра. Верно же? Ну, конечно. Ну, а первые шаги всё-таки вот нужно делать девушкам сейчас или нет? Или вот сидеть и ждать, когда подойдёт мужчина? Здесь есть очень мудрое такое изречение. Первые шаги делает тот, кто дорожит отношениям. И вот здесь уже независимо от пола. Если тебе важен человек, если ты его любишь, извиниться тоже можно. Это несложно. Наоборот, это всё-таки смело. А мы про сверхновую смелую. Конечно. Вот. Поэтому я не вижу в этом ничего такого, если ты первая извинишься, если ты дорожишь и сохранить хочешь. Ну да. Вот всем совет девушкам, что можно делать первые шаги. Конечно. Ну, девочки, здесь же не в половой принадлежности вообще на самом деле сама речь идёт. Нет. Здесь про мудрость. Да, про мудрость. Вот. Сверхновая женщина — это мудрая женщина. Это мудрая женщина, да. Это женщина, постоянно меняющаяся и удивляющая. А девушка, женщина должна всегда удивлять. И быть как книга, да, которую ты читаешь, читаешь, читаешь. Бесконечная книга, да. И образы менять, и меняться, и удивлять. Ведь наших мужчин нужно удивлять. Они привыкают. Привыкают к определённым обстоятельствам, образом. И быть новой постоянно. Тряску нужно устраивать. Тряску обязательно. Иначе не забывают, какие мы вначале были. А вот где брать вдохновение на то, чтобы постоянно перевоплощаться и так далее? Любовь. То есть всё-таки любовь. Конечно, любовь. Это главная движущая сила человечества. Любовь рождает прекрасные песни. Любовь рождает прекрасные проекты. Любовь рождает детей. В общем, любовь — двигатель всего процесса. Конечно. А вы ещё являетесь директором конкурса красоты. И сами побеждали в подобном конкурсе. Как думаете, какие пять главных качеств должны быть в красивой женщине, помимо вот её привлекательной внешности? Чем она должна отличаться? Давайте вот называем пять. Юмор. Юмор. Коммуникабельность. Да. Ну, красоту мы не берём, да? Не берём. Не берём. Это гран-при. Хорошо. Ум. Ум. Да. Чувство стиля. Чувство такта. То есть идеальная женщина. Сильная. Умная. Да, господи, можем шестое добавить и постоянно меняющееся, постоянно удивляющее. Да, то, о чём мы говорили. Прекрасно. Девчонки, запишите себе эти пять правил. А вот чему бы ещё хотели сами научиться? Вот вы сказали, постоянно нужно меняться, совершенствоваться. Может быть, есть какой-то вот навык, который бы хотелось, но руки не доходили? Да, я бы очень хотела изучить СММ самостоятельно. Потому что у нас всегда есть люди, которые нам помогают и рилсы монтировать, и прокачивать в соцсетях все наши достижения. А хочется самостоятельно. Также, вы знаете, за последнее время, ну так получилось, что я не писала песни, а я пишу песни, пишу стихи. И писала их. Пропало вдохновение. Я хочу себя всё-таки засадить в студию на долгое-долгое время, может быть, на сутки. Вот просто там находиться, находиться рядом с музыкой. И сказать, пока я не напишу песню, я не выйду оттуда. Я буду там спать, есть, жить. Но я напишу песню, выйду оттуда. Мы про это ещё поговорим обязательно, но после Клавы Коки. Программа «Тема» продолжается. У нас, как всегда, самые актуальные темы, самые горячие интервью и самые интересные гости. И вот сейчас у нас в студии Надежда Лысенко, и мы с ней обсуждаем женственность. Как быть сверхновой? И, кстати, интерьер студии предоставлен гипермаркетом «Оскона Хоум». Более 8 тысяч товаров для дома, от свечей и уютных пледов до готовых интерьерных решений. Кухни, гостиные, прихожие и детские комнаты. «Оскона Хоум» больше, чем просто «Оскона». Но мы продолжаем. И сегодня много говорим о женщинах, и у каждой наверняка есть своя миссия. Вот как думаете, какая у вас? Я очень люблю о девочках говорить постоянно. Миссия моя — вдохновлять, направлять. Наверное, так. И поэтому в проекте вы это как раз проявляете, да? Я очень постаралась создать тот проект, в котором бы мне самой было интересно поучаствовать. Я всегда исхожу только из этого. Вы вот сказали, вдохновлять нужно женщинам. И, в принципе, ваша миссия — вдохновлять, вдохновлять. Вот любовь вдохновляет. Мы уже поняли, что любовь — двигатель процесса. А может быть, какие-то люди у вас есть, какие-то кумиры? Может быть, из наших артистов кто-то? Мой кумир — это музыка. Музыка меня тоже вдохновляет и мотивирует. Культура, искусство, всё, что хочешь. Опять-таки, сейчас, если я скажу, кто мне нравится из артистов, кому-то будет обидно. И, хорошо, меня вдохновляют мои дети. Дети, да? Да, мои. Вера, Феликс и Мария. Но вот они поддерживают маму в её начинаниях. Очень. Именно они вдохновили меня вернуться на сцену сейчас. И попросили записать песню, которая сейчас ещё не сведена, но уже отправлена всем одноклассникам, которые её исполняют. Ну, а про песню мы поговорим сразу после клипа «Нелету» и «Гошу». Программа «Тема» продолжается. Мы с вами делимся не только классными тут интервью, но и полезными советами и лайфхаками. Осиплость, охриплость, а то и потеря голоса, состояние, с которым может столкнуться каждый, особенно ведущий. Действенный способ лечения – сделать ингаляцию. Вскипятите воду, добавьте туда соду, а также эфирные масла. Не забываем про магию трав. Ромашка и лаванда творят целебные чудеса. 5-7 дней – и вы снова огурчик. А если столько времени нет, тогда в ход идёт что-то помощнее. Например, посилки исла. Благодаря входящему в их состав экстракту исландского мха, бережно обволакивают и ублажняют слизистую дыхательных путей, помогая восстановить осипший голос в кратчайшие сроки. Исла – незаменимый друг тех, кому важно быть всегда услышанным. У нас продолжается программа «Тема», и, конечно же, хочется поговорить про творчество. Вы уже начали, сказали о том, что дети ваши вдохновили на то, чтобы вернуться на сцену. И песня скоро выйдет, я знаю, «Ангел», да, называется? «Ты ангел» называется песня. И эту замечательную песню написали братья Бербичадзе – Валери и Андрей. Группа «Тестостерон». Замечательные ребята, творческие, вдохновляющие. Как раз мотивация от них также поступила ко мне. Они зарядили меня. И песня действительно прекрасная. Писал Валери. Естественно, мы немножечко переделали текст, так как он был более мужской. И записали на студию Сергея Купцова. И сейчас, буквально к концу недели, мы получим готовую песню. И когда ждать? Мы хотим стартовать весной. К марту, честно скажу, потому что хотелось порадовать и девочек нас, к 8 марта, например. Да и вообще зима, Новый год, есть масса прекрасных событий. И опять-таки же, как говорят специалисты и профессионалы, которых я слушаю, что это может просто пройти незамеченно. Ага, ну мы будем ждать. То есть есть специальные техники, да. Да, да, да. И ребят действительно хотелось бы поблагодарить, передать им большой привет. Спасибо вам огромное. Я постараюсь не подвести. Ну вот позавчера был, например, золотой граммофон. Вот хотели бы такую награду получить за свою песню? Конечно. Ну конечно хотела бы. И не только золотой граммофон, и премию РУТВ тоже хотела бы. Но мы же смотрим, ставим для себя новые задачи и идем к ним. Мы же девочки, которые смелые. Сверхновые. Сверхновые, да, самодостаточные и опять-таки же уверенные в себе. Но вот не тяжело совмещать творчество и серьезные проекты, как вот Сверхновая, например? Тяжеловато. Но есть же время. Время есть всегда. Дело в том, что от Сверхновой до Сверхновой проходит определенное время. От подготовки, да, потом к реализации проекта. Но могу сказать, что проект готовится не менее чем 7-8 месяцев. Но есть же три еще, которые мы можем использовать на себя. И опять-таки одно не мешает другому. В сутках 24 часа. Съемки Сверхновой. К примеру, месяц-два занимают. А потом же можно и ночью писаться в студию. Конечно, да. А на творчество всегда нужно находить время. Это моя душа. И она и в проектах, и в песнях. Я очень многогранный человек. И действительно, также очень хочется мотивировать девочек не замыкаться вот в одном направлении, а расширять. Ведь искусство, творчество, оно очень объемное. Ну да. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим как раз-таки новый наш клип. Владимир и Энси. А потом вернемся. Программа «Тема» продолжается. Надежда Лысенко сегодня у меня в гостях. Друзья, и пришло время вопросов от зрителей. Есть вот такой вот вопрос. Вы выглядите великолепно в красном платье. А недавно на золотом граммофоне были в таком телесном, белом, бежевом. Вот какой у вас все-таки любимый цвет в одежде? Честно, красный. Красный. Также это наш фирменный цвет нашей любимой творческой компании. Та, которая создала и сделала наша первая всероссийская женская бизнес-реалити сверхновая компания МТС. Это творческая команда самых лучших ребят. Вот. И красный цвет, да, я сегодня в нашем фирменном стиле. Красный цвет – это огонь, страсть. Так как мои крови еврейско-цыганские, я себе позволяю красный цвет одевать часто. Белый, конечно, это как ты, ангел. Тоже хорошо. В общем, и красный, и белый. Красный, и белый, да. Есть еще один вопрос. Как думаете, должна ли женщина дома наряжаться? Для любимого мужчины, для себя, конечно. Если… Нет, я позволяю себе и в пижаме тоже ходить, с хвостиком забранным, но это крайне редко. Обычно как? Обычно. Обычно одеваешь красивый халат. Ага. Но я не могу ходить в вечернем платье дома и готовить, например, борщ и котлеты, да? Ну, было бы очень интересно. Ну, иногда можно себе позволить, опять-таки же, по просьбе любимого мужчины. Вот. То есть всегда ходите дома с укладкой, с красивым макияжем. Ну, паси Господь. Опять-таки, по просьбе любимого мужчины можно. Или сделать ему приятный сюрприз. А так, знаете же, да, что у нас работа связана постоянно с макияжем, с укладками. И очень мы от этого устаем. И очень хочется побыть натуральной, кожи дать отдохнуть. И дома ты можешь себе это позволить. Ну, опять-таки же, так как ты привыкаешь к этому, то, наверное, всё-таки это опыт, да? И ты встаёшь и уже хоть как-то приводишь себя в порядок. То есть я не могу выйти, даже мусор выкинуть, да? Вот, чтобы выйти вот абсолютно не накрашенный. Как-то чуть-чуть румяшки можно положить. В этом и есть, да, магия женщины. Конечно. Есть ещё один вопрос. Какими трудностями в жизни вы сталкиваетесь и как удаётся их преодолевать? Трудности я преодолеваю легко. Я включаю Русское радио или любимый телеканал РУ-ТВ, где транслируется сверхновое. Да. От рекламы на Русском радио до эфиров нашего шоу на РУ-ТВ. Также промо, где ты видишь и себя в том числе. Это очень приятно. И себя и артистов. Кстати, цвет маджента тоже мой любимый. Сегодня, кстати, всё сошлось почти, видите? Да, вот, а это да, это я вот как бы сделала, так, слинкуется, да? То есть коллаборация. Потому что РМГ и Русское радио, и РУ-ТВ, ну, то есть вся наша дружная команда, команда сверхновая и наша коллаборация МТС, РМГ, Русское радио и РУ-ТВ, всех назвала, никого не забыла? Да. Это прекрасный симбиоз. И получилась прекрасная созданная первая всероссийская женская бизнес-реалити сверхновая. После клипа вернёмся к вам снова. Программа «Тема» продолжается. Сегодня обсуждаем женственность, обсуждаем, как это быть сверхновой девушкой. И Надежда Лысенко даёт очень много полезных советов для современных девушек, как быть вот такими же классными, яркими, красивыми. И мы тоже делимся полезной информацией. Осиплость, охриплость, а то и потеря голоса, состояние, с которым может столкнуться каждый. А особенно ведущий. Действенный способ лечения – сделать ингаляцию. Скипятите воду, добавьте туда соду, а также эфирные масла. Не забываем про магию трав. Ромашка и лаванда творят целебные чудеса. 5-7 дней, и вы снова огурчик. Если столько времени нет, тогда в ход идёт что-то помощнее. Например, пастилки «Исла». Благодаря входящему в их состав экстракту исландского мха, бережно обволакивают и увлажняют слизистую дыхательных путей, помогая восстановить осипший голос в кратчайшие сроки. «Исла» – незаменимый друг тех, кому важно быть всегда услышанным. Продолжаем задавать ваши вопросы для Надежды, и вот что пишут. Проект называется «Сверхновое». А что нового за последнее время произошло в вашей жизни? В моей жизни? Кроме песен. Кроме песен. Произошёл второй сезон, да, сверхновый. Также я познакомилась с разными интересными людьми, творческими, замечательными. Опять-таки же мы стали единой командой за это время, и мы действительно как большая семья. Я прихожу на «Золотой граммофон», на «Премьеру ТВ», на различные мероприятия. Это вот новое, новое Best Music Fest в Дубае. Ну вот, это было прекрасное событие, это было масса впечатлений, прекрасных артистов. Замечательно, тепло, уютно, вкусно и музыкально. Вам нравятся, да, такие творческие события? Меня они вдохновляют. Ведь на самом деле, когда я нахожусь рядом с музыкой, я вдохновляюсь. И Best Music Fest — это одно из тех событий. А также сейчас я жду вдохновения от звёзд хайпа, которые будут 6 декабря. Выбрали уже наряд тогда? Два наряда я выбрала. Я думаю, может быть, даже успею поменять. Я видела, на «Золотом граммофоне» меняли костюмы артисты. У меня чёрное и красное. Вот у меня сейчас между ними двумя сомнениями. Потому что одно более классическое, а второе — кожаный комбинезон. Ой, прекрасно. А пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Сегодня 1 декабря, начинается такое волшебное время. Какими нужно быть такое предновогоднее время? Я уже дома ёлку нарядила, дети нарядили. И настроение новогоднее, оно присутствует. Ты ждёшь чудес, ты ждёшь любви, ты ждёшь вкусный стол. И мне хотелось бы нашим зрителям, вашим зрителям, нашим зрителям пожелать никогда не терять веру в чудеса. Они имеют свойство сбываться. Мы вам тоже хотим поднять немного сегодня настроение. Это подарок от нашего партнёра «Цветочки». Уже такой новогодний. Это была программа «Тема». Спасибо огромное. Всем пока-пока-пока.